Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Здравствуйте, посетители канала Иванова Наука! Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую! Настало, наконец-то, время готовить почвенные смеси для высадки рассады. У нас был ролик о том, какие сроки лучше всего высевать семена на рассаду. И, конечно, конец января, начало февраля для многих является тем самым сроком, когда уже надо приступать к этой работе. И для многих людей, и для многих зон климатических, и для многих растений и их сортов. Что мы хотим от почвы, которую готовим для рассады? Конечно, мы хотим, чтобы она была питательной, плодородной. Один из факторов плодородия, о котором мы тоже недавно, буквально на днях говорили, это именно содержание различных полезных микроорганизмов. А чтобы эти микроорганизмы здесь появились, поддерживались и размножились, конечно же, необходимо их сюда еще и заселить, чтобы быть уверенными, что они здесь есть. Плодородие грунта, в который мы высаживаем рассаду, не должно быть слишком высоким с точки зрения содержания питательных веществ, потому что такой грунт, слишком насыщенный питательными веществами, конечно, не будет способствовать нарастанию хорошей корневой системы. Слишком рыхлый грунт будет быстро пересыхать, не будет препятствием для роста корневой системы, а это все способствует формированию ленивых корней. А мы хотим, чтобы у нашей рассады корни были самые замечательные. Один из важных факторов поддержания, длительного поддержания плодородия почвы для рассады, это, конечно, содержание здесь органического вещества. Но и минеральные частицы тоже очень важны. Вот этот баланс аэрирования, то есть пропускания воздуха для обеспечения корневого дыхания, в то же время достаточное влагоудержание, чтобы вам не пришлось два раза в день поливать вашу рассаду, достаточное содержание питательных веществ, но не слишком большое, чтобы это питание постепенно возвращалось растениям, а не сразу семена или наклюнувшиеся семена высевались в очень концентрированный грунт. Вот это все, конечно, производители продумывают, и среди производителей, конечно, есть весьма-весьма такие добросовестные, с заманчивыми предложениями. И один из таких грунтов, которыми я пользуюсь, это грунт под маркой «Живой мир», садово-огородный, есть и для рассады, есть различные виды грунтов. И, конечно, вот садово-огородный или для рассады, они являются наиболее предпочтительными. Вот посмотрите, есть торфяной грунт, который вот так вот рассыпается, и есть вот этот грунт, который вот таким вот образом сохраняет свою форму. Конечно, вот такой грунт будет соответствовать всем условиям выращивания хорошей рассады, о которых я сказал. Но я все-таки в нашем ролике буду делать грунт на основе обыкновенного торфяного раскисленного грунта. Почему? Потому что далеко не всем доступна эта марка грунтов. Далеко не всем могут пойти в магазин и ее купить. А приготовить хороший грунт надо. Итак, первый компонент... Вот у меня здесь два ведра обыкновенного торфяного грунта. Он был увлажнен до такого основательно влажного состояния, достаточно влажного, чтобы его можно было хорошо перемешивать, удобно с ним было работать вот в этой лоханке. Итак, первое, что я сюда положу, это глина. Глина является одним из серьезнейших влагоудерживающих агентов. Глинистых частиц очень-очень не хватает в грунтах вот этих торфяных. Они являются быстро пересыхающими, и из-за этого корни там развиваются не очень хорошо. И чувствительные к влаге культуры, какими являются перец и баклажан, гораздо в меньшей степени томат. Томат достаточно засухоустойчив. Но в таком легко пересыхающем грунте корни развиваются вроде и неплохо, но на самом деле объем корней небольшой. И вот это пересыхание, вот эти качели влажности ничего хорошего не приносят нашей рассаде. Рассада должна быть хорошей, крепенькой. Я в одном из роликов упоминал уже глину, что ее надо заготовить, пока еще земля не замерзла, лучше взять красную или голубую. Ну какая есть глина, почище, более свободная от песка, из более глубоких слоев почвы. Но не всегда есть у вас эта глина, не всегда она есть. Поэтому иногда приходится прибегать к каким-то материалам, которые можно приобрести в магазине. Ну то есть кто может накопать глины, возьмите и накопайте. А кто не может, тем придется что-то купить. Я в качестве глинистого материала беру бентонитовый наполнитель для кошачьих туалетов. Он достаточно дешевый и его надолго хватает. Вот такого наполнителя для кошачьих туалетов я беру на два ведра. Ну буквально вот одну горсть и вторую горсть. Вот две горсти вот такого вот сухого бентонитового наполнителя. Сюда добавляю. Немножко перемешиваю, потому что потом я буду перемешивать это все как следует. Как напомню, что это дает? Это дает очень хорошее влагоудержание и очень хорошее связывание различных минеральных веществ в этом грунте. Отсутствие их слишком сильной подвижности и пролонгированное действие тех удобрений, которыми вы будете подкарливать вашу рассаду. Если у вас обыкновенная сырая глина, то возьмите ее примерно два стакана, ну полулитровую банку на такие вот два ведра. В зависимости от того, насколько пышный у вас тор, вы можете взять немножко больше, немножко меньше. У каждого разная, так сказать, плотность наполнения, влажность этой глины. Можете чуть-чуть поэкспериментировать. Но в целом вы, конечно, должны добавлять глинистые материалы вот к таким вот грунтам. Ну мне нравится еще этот бентонит, потому что он, ну такой, действительно очень, ну стандартизированный и действительно с очень хорошей емкостью. Следующий материал, которым я наполню наш грунт, это может быть или перлит, или вермикулит, или какие-то еще материалы. Но я возьму циолит, циолитовый наполнитель для кошачьих туалетов. Я его возьму, вот такой он в виде камушков такой, я рассказывал об этом наполнителе. Он также выполняет очень важную роль, кроме того, что он впитывает в себя различные избытки минеральных солей. А когда мы имеем дело с закрытым пространством, с горшками, с какими-то вот такими сосудами, да, с ограниченным объемом, то там как раз накопление солей может быть достаточно значительным. И хотя период выращивания рассады не настолько критичен, чтобы, ну вроде бы, беспокоиться за это. Более критично это для кашпо-петуний, то есть когда там комнатные растения, когда длительное время сохраняются растения в этом объеме. Но все-таки он еще выполняет одну важную-важную функцию. У него очень большие способности к поглощению вот этих минеральных избытков, минеральных удобрений. Вы никогда не подпалите вашу рассаду, даже если немножко переборщите с подкормками. Ну, конечно, лучше не экспериментировать. Но, кроме того, он является отличным местом размножения и сохранения различных полезных микроорганизмов. Он как губка их напитывает, они там поселяются и замечательно там сохраняются. Поэтому сейчас продают цион, циолитовые, всякие вот препараты пишут, значит, там почти удобрения без каких-то нитратов и так далее. Но на самом деле это все тот же самый наполнитель для кошачьих туалетов. И он действительно эффективен, он действительно хорошо работает, повышает и создает вот это как раз препятствие для роста корней, когда они начинают крутиться, когда их объем начинает очень сильно увеличиваться. Поэтому вот две такие большие горсти на два ведра вполне хорошая доза. Следующее, что я сюда добавлю, это, конечно же, какие-то органические субстраты, которые будут питанием для комплекса полезных микроорганизмов. Среди таких органических материалов я, конечно, предпочтение отдаю спитому чаю и кофе. Его можно, вон, смотрите, у меня, да, вот здесь целый пакет, и я вот сюда вот высыпаю, 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 высыпаю. Вот этих материалов он может подплесневеть, этот чай или кофе, он может, с ним может случиться что угодно абсолютно, пока вы его храните, может, недостаточно высушили. Это все абсолютно не страшно. Все эти пеницильчики, которые здесь живут, они почве идут только на благо. Вот объем вот этих органических материалов, которые сюда могут примешиваться, может составлять до 1 трети от общего объема этих грунтов. При этом, конечно, если у вас их нету, ну, можно, конечно, в какой-то степени без них обойтись, но все-таки эффективность вот этих грибных добавок, которые мы будем сюда делать, и заселять их сюда в качестве активных микроорганизмов, которые будут и бороться с болезнями, и стимулировать рост растений, в первую очередь корневой системы. Эффективность приживления вот здесь вот этих биологических препаратов гораздо-гораздо выше. Кроме того, вы можете брать очистки бананов, очистки мандаринов, апельсинов и все остальное прочее. Конечно, если вы берете их в сыром виде, ну, вот я неделю подержал их здесь в пакете предварительно, для того, чтобы там немножко они подферментировались буквально, но удобнее всего на самом деле их вот таким вот образом измельчить, высушить и измельчить. Да, вот, ну, порезать, а потом высушить, например, на батарее. В совокупности все вот эти вот органические материалы в этом грунте должны составлять примерно, я сказал, одну треть от общего количества грунта. Некоторые люди начинают бросать в грунт для выращивания рассады яичную скорлупу. Ну, и спрашивают у меня, можно это делать или нельзя. На самом деле делать это можно, то есть запрета нету, но толку от этой яичной скорлупы тоже нету. Поэтому, в принципе, это мероприятие является совершенно необязательным. Кроме того, я совершенно не рекомендую в грунт класть золу. Дело в том, что зола является сильным щелочным материалом, и если вы работаете с раскисленным грунтом, исходно раскисленным, даже огородным, со своего огорода, где он не сильно кислый, то добавление золы в эти грунты может очень сильно защелачить почву. А томаты, как мы помним, любят скорее кислую-слабокислую реакцию грунтов, как перцы и баклажаны. Поэтому я совершенно не рекомендую класть сюда какие-то щелочные, даже кальциевые материалы, низолу, хотя она источник не только щелочи, источник калия, но все равно не рекомендую. Мел не стоит класть, доломитовую муку не стоит класть, потому что это все может резко изменить кислотность грунтов и только навредить. Корневая система нормально развиваться и расти не будет. Еще что я не рекомендую класть в такие грунты, это удобрения, ни гуминовые, ни минеральные, ни какие-то органические. Не рекомендую, потому что исходное, слишком высокое плодородие почвы, как я уже сказал в самом начале, оно способствует лишь развитию слабой корневой системы, очень слабых корней. Ну и настало время последнего компонента, пожалуй, одного из наиболее важных. В этот грунт я положу препараты грибов рода триходерма, для того, чтобы они заселили вот эти все органические материалы здесь и начали до, еще оно постоит недельки 3, у меня этот грунт до начала посевов. И за это время триходерма здесь прекрасно приживется, уничтожит. Здесь болезнетворные грибки, в том числе, которые вызывают корневые гнили. Ну, бактерии не уничтожат, а вот грибки уничтожат. И это будет очень-очень хорошо. Кроме того, многие виды триходермы еще и являются стимуляторами роста развития растений. Они еще и делают питательные вещества, эти грунтов более доступные растениям. Некоторые виды триходермы могут создавать микоризу с корнями, микоризировать корни тем самым, способствуя всасыванию воды и питательных веществ. В качестве источника триходермы я возьму вот такой вот препарат, который называется плодородная почва от компании Процветок. И вот такой вот препарат, который называется друг садовода и огородника. На каждое ведро, ну, можно взять любой из них, либо же оба, на ведро земли, но у меня здесь два ведра земли, я беру примерно по половине чайной ложки от каждого препарата. Если у вас есть только один, соответственно, вы можете взять одну чайную ложку на два ведра земли. И это будет более чем достаточно. Я намеренно не говорю ни о каких других препаратах, потому что наш большой-большой опыт, которым мы с вами делились, неоднократно делились на канале и Процветок, и на канале Иванова наука говорит нам о том, что далеко не каждый препарат, на котором заявлена триходерма, эту триходерму содержит. Поэтому обещать вам в отношении остальных препаратов, что вы действительно заселите сюда триходерну, я не могу. Поэтому, если у вас есть какие-то другие препараты, просто берите и используйте их в соответствии с инструкцией к этому препарату. Что ж, наш грунт готов. Он наполнен органическим субстратом, он наполнен минеральными компонентами, он исходно, ну, производитель туда положил какое-то количество удобрений. Он будет с хорошим влагоудерживанием, он будет с очень хорошей биологической активностью. Но есть один нюансик, и кто досмотрел почти до конца этот ролик, сейчас поймет, о чем я говорю. Добавление подобного рода органических субстратов зачастую вызывает развитие в грунтах нежелательных насекомых, таких как всякие черные мушки там и так далее, личинки которых с большим удовольствием начинают питаться вот этими остатками растительными, чай, кофе, аж шкурки, очистки и так далее, которые мы сюда положили. Так вот, для того, чтобы предотвратить здесь развитие вот этой всей ерунды, я, конечно, не пользуюсь этими диазинонами, ничем пользоваться не буду, все, с этим покончено окончательно. Я беру такой препарат, который называется «Защитник сада и огорода». Он содержит, он такие крупки содержит, и на этих крупках обогащены эти крупки грибами рода метаризиум и баверия. Как раз эти два гриба, метаризиум и баверия, очень хорошо борются с этими всякими починными вредителями. Поэтому я беру чайную ложечку на два ведра, насыпаю вот таким вот образом и тоже заселяю. Вот эта идея с крупками, она очень удобна, потому что триходерма на одних крупках, метаризиум с баверией на других крупках, и они каждый найдут себе место, приживутся в этой почве, не будут конкурировать. Надо сказать, что метаризиум может также подъедать растительные остатки, что очень хорошо. То есть мы создали также очень благоприятные условия для того, чтобы здесь развивались вот эти полезные грибы и не развивались вредные организмы, включая личинок, почвенных насекомых, которые зачастую очень сильно досаждают. Ну, конечно, есть и другие способы борьбы с этими насекомыми, предварительное пропаривание грунта и так далее. Но я об этом обязательно вам расскажу, как правильно пропаривать грунт. Но это имеет смысл тогда, когда вы берёте ненадёжный грунт, например, с огорода или от ненадёжного производителя, в том случае, если сам грунт по себе точно наверняка заражён, может быть, этими самыми личинками. Во всех остальных случаях можно не пропаривать, потому что пропаривая вы также лишаетесь значительной части полезной микрофлоры, если, конечно, она в этих грунтах была. А скажу вам, что торфяные грунты, волокнистые такие, в основном, обеднены, очень обеднены полезной микрофлорой. Как раз этот компонент плодородия там упущен, его там не хватает. Что ж, ещё раз повторюсь, что на три недели я оставляю этот грунт созреть. За это время большая часть растительных остатков будет съедена триходермой. Это тоже один из факторов, который не даст здесь развиваться вредным всевозможным насекомым, и грунт будет очень хороший, очень пышный и очень-очень плодородный, с хорошей влагоёмкостью. Ну, вон, видите, я воду сюда не добавлял, а он уже хорошо клеится, уже сохраняет свою форму благодаря добавленной бентонитовой глине. Ну и о различных нюансах выращивания рассады вы можете также прочитать в такой вот книжечке «Рассада от семян до посадки» серии «Урожайные сотки». Очень много полезных советов. Она довольно толстенькая такая, хорошая, хорошим языком, лёгким написана. Что ж, грунт наш готов, ждём, выжидаем, скоро будут посевы. Впереди нас ждёт информация об идеальном, как мне кажется, идеальной формуле протравливания предпосевной обработки семян, ну и о других нюансах выращивания рассады. На этом я прощаюсь с вами, до встречи!